13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Владимир Сюзов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, как можно с нами связаться и задать вопрос нашим спикерам. Это сайт echokirova.ru. Там есть раздел «Анонсы», где можно спросить наших спикеров о том, что вам интересно. Можно также писать вопросы мне в Твиттер по ходу эфира, если сможем, озвучим и зададим вопросы. Итак, Владимир Сергеевич, давайте начнем, наверное, со встречи Никиты Белых и Владимира Путина, которая состоялась, если мне не изменяет память, позавчера. Скажите, пожалуйста, читали в новостях, смотрели по телевизору, следили хоть как-то за этим процессом? Я считаю, для региона такое значительное событие. Конечно, я посмотрел в новостях, посмотрел, о чем шла речь, даже почитал, в принципе, расшифровку беседы. Вот что для себя отметили? Ну, вот на уровне, может быть, даже не обязательно анализа того, о чем говорили. Вообще, то, что встреча состоялась, это же знак определенный. То есть, я считаю, это хороший причем знак региона. Регионам интересуются, губернатора поддерживают, в принципе. То есть, они не ругали, наоборот, выслушали, так сказать, да и отчет хороший был, в принципе. Отчет хороший был, в принципе, хороший, в смысле, что в области все хорошо, или в смысле, хороший по глубине затронутых тем, что вы имеете в виду? Ну, видите, глубину на таких встречах, наверное, нельзя большое это сделать. Ну, или вообще по тем темам, да, по затронутым темам. А то, что, в принципе, губернатор, так сказать, показал, что в области есть динамика, несмотря на экономический кризис, промышленный рост определенный наблюдается, молоко бы там на первом месте. На доле, да. Это же радует. Мы радуемся за спортивные свои команды. Алексей Алексеевич Катлежкова, наверное, очень радует. Мы радуемся и за свою область, когда она показывает какие-то хорошие результаты. Ну, вот смотрите, вообще, наверное, очень сложно предположить, да, что Владимир Путин не знает, как там обстоят дела в Кировской области. Может быть, конечно, он не знает точно, сколько у нас одна корова дает молока в год, но я думаю, что в общем и целом он представляет. Вот такие встречи президента с губернаторами. Это сигнальчик, это способ, может быть, для региона решить какие-то свои проблемы, и там попросить денег, поддержки. Что это, по-вашему? Ну, учитывая огромную занятость президента, конечно, если он находит время для встречи с губернатором, которых вообще-то много у нас в России, да, это обязательно сигнал, это обязательно знаковая встреча, но они могут носить различный характер. Меккается, это вот была такая, как бы, рабочая встреча, в плане в каком. То есть губернатору дали возможность работать второй срок. Вот он и отчитывался, как, значит, он оправдывается, надежды не оправдывает. С другой стороны, любая встреча с губернаторами, не обязательно с нашим губернатором, это как бы показывает, что за ними есть надзор, что они тут не сами по себе, за ними присматривают, ими интересуются. К тому же, видите, если только в дистанционном формате, там через документы президент будет общаться, документ такая вещь, которую обязательно надо выполнять, и очень точно исполнять и так далее. А здесь он может дать чисто человеческий совет. Вот даже из расшифровки, которую я читал, ведь президент давал советы Никите Юрьевичу, но они же не носили характер указов, которые там были подписаны, то есть он человеческие советы, можно посоветоваться. Для губернатора тоже важно, потому что, вот как вы правильно сказали, конечно, президенту докладывают обо всем, он знает, что происходит. Но ведь докладывает не сам губернатор, а другие службы, и этих служб много, и картинка, которую, так сказать, у президента появляется, она может отличаться от той картинки, которую себе рисует губернатор. Поэтому для Никиты Юрьевича это была возможность донести свое видение ситуации в области. Это раз. А во-вторых, конечно, на таких встречах всегда есть возможность что-то попросить. Почему не попросить? Это надо делать, надо просить. Ну или о чем-то договориться, например, если это осталось заказом. Поэтому это очень важно. Я еще раз говорю, это очень знакомая встреча. Я рад, что она состоялась. Ну хорошо, давайте тогда немного о конкретике поговорим. Я хочу процитировать немного Никиту Юрьевича. Он сказал, что Кировская область подвержена тенденциям, которые происходят в целом в стране. Год непростой, но есть чем в хорошем смысле похвастать. Индекс промышленного производства вырос по отношению к 2014 году, он составил 103,5%. Вот этот показатель прокомментируйте, пожалуйста. Ну это вообще хороший показатель. Во-первых, индекс промышленного производства это очень важный показатель. Один из самых важных показателей того, как обстоят дела в стране или в регионе, в частности. Если у нас индекс положительный, причем хороший, 103,5% это нормально. То есть он выражает объем промышленного производства. Физический объем промышленного производства. То есть в сравнении с предыдущим периодом, здесь у нас явная динамика плюсовая, при этом в кризис. То есть важно то, что просто этот показатель положительный. Да, это уже хорошо. И цифры-то неплохие. То есть там не десятая процента, а все-таки 3,5% в кризис это очень хорошо. Конечно, может быть и больше, там 6-7%, но это обычно уже когда не кризис, а когда экономика растет. В целом же по стране-то он, в общем-то, отрицательный показатель, а у нас положительный. Поэтому это явно, что регион движется. Мы молодцы, в общем. Ну, молодцы, но там есть разные причины, конечно, могут быть это и с какого-то, так сказать, отчитываем от каких показателей. То есть есть еще такой эффект низкого старта. Но все равно в любом случае это хорошо. Ну вот хорошо, давайте еще про темы поговорим, которые были затронуты. Никита Юрьевич говорил про прирост обрабатывающей промышленности, химической промышленности, пищевки, деревообработки, увеличение темпов роста сдачи жилья. Говорил про путепровод, про лидерство области по молочному животноводству. Вот как вы оцениваете сам фулл тем, который обсудили? Может быть вы считаете что-то еще, допустим, достойным внимания президента? Ну, как я могу здесь считать? Никита Юрьевич сам решал, наверное, или президент решил, какие темы важно было затронуть и что показать. Я думаю, что в общении губернаторов с президентами там есть определенная, так сказать, структура этих тем. Поэтому то, что обсуждал, то и обсуждал. В принципе, важные вопросы, от них зависит, на самом деле, социальное здоровье, что ли, нашего населения. Ну, а вот на ваш взгляд, есть у нас сейчас в Кировской области такая проблема или такой вопрос, который, по вашему мнению, не решить без участия президента? Ну, они обсуждались эти вопросы, то есть, на самом деле, государственное финансирование, ряда объектов, крупных объектов, они без государственного финансирования не решаются. Тот же, ну, извините, космический центр обсуждали, но на область это вешать тяжело, область, можно не потянуть. Поддержка центра федерального, это очень важно. Ну, я бы еще, конечно, порешал, может быть, вопросы ЖКХ. Вот, например, система ЖКХ, она устарела, и трудно ни область, ни город, в общем-то, это не тянет. Там постоянно эти трубы рвутся и так далее. То есть, если бы добиться, чтобы государственного центрального финансирования, замены вообще системы ЖКХ, это было бы, конечно, здорово, да? Ну, или помощь какую-то. Потом трубопровод, это чистые... Путепровод. Извините, путепровод в чистые пруды. Тоже очень дорого для области. Нужны такие крупные инфраструктурные объекты для таких регионов, дотационных, как Киростова, и сказать, что надо поддерживать на уровне государства. Те же промпарки, да, тоже хорошо бы поддерживали, их поддерживают, причем это вот все темы, которые надо брать. То есть, крупные инфраструктурные объекты, крупные объекты культуры тоже, потому что культура – то, что связывает нашу страну, наше население разных регионов. И, конечно, это государственная задача, а не областная задача. Я, когда готовилась к программе, почитала блог Константина Сонина, экономиста. И вот он дает советы, как вообще нашей стране в этом году развиваться в условиях текущей экономической ситуации. И вот он предлагает отменить контрсанкции, торговые санкции против Украины и Турции. Я сейчас процитирую. Эти меры наносят прямой ущерб десяткам миллионов российских семей, поднимая цены. Особенно силен ущерб бедной половине населения, потому что для них продукты – это большая часть семейных расходов. Вот согласны ли вы с таким предложением? Ну, Константин Сонин, он еще такой выдающийся, можно сказать, экономист. Жалко, что он эмигрировал. И поэтому поддержка его идеи, к сожалению, сейчас наталкивается на противодействие идеологическое. Поэтому я скажу, так сказать, не буду соглашаться. Я не буду соглашаться с ними, а просто свои мысли по этому поводу. Вот, понимаете, вот если мы возьмем те же… Китай, как он развивался, Корея… Ну, про Китай я, кстати, тоже много интересного вчера прочитала. Другие страны. Вот когда они были бедными, скажем так, не развитыми, что они делали? Они активнейшим образом, всяческими способами выходили на международный рынок, завязывали эту международную торговлю. То есть развивали ее путем даже демпинга. То есть цены, когда роняли в 10-20 раз, лишь бы захватить эти рынки, лишь бы на них выйти. Что мы делаем? Мы сами ограничиваем даже те рынки, которые были наши. Мы их сейчас обрезаем, эти как бы такие санкции какие-то там придумываем. Что в результате получаем? Я не знаю, насколько мы там наказали Турцию, я уже говорил про это, но себя-то мы точно наказали. Потому что мы продавали в Турцию гораздо больше, чем Турция продавала нам. Поэтому, ну конфликт есть. Его надо решать политическим путем. А экономика, она должна работать на страну, на население. То есть вот это в отношении Турции санкции точно не продуктивны. Слушайте, вот я тоже вчера очень много про Китай прочитала. И в частности, тоже была мысль про развитие международной торговли для России, для российских предприятий. И автор статьи в «Эксперте» предлагала российским предпринимателям, собственно, посмотреть на китайский рынок. И приводили в пример компании из регионов России. Там кто-то делает соус какой-то специфический конкретно для Китая, кто-то какие-то печенюшки к ним возит. Ну, в общем, приводились примеры вот такой продукции, сделанной специально под китайского потребителя. И что эти примеры и этот вариант развития бизнеса очень успешен, что вроде в Китае столько народу, что китайский рынок может поглотить все, что угодно. Да, он может поглотить все, что угодно при условии, если этот товар будет конкурентоспособен, прежде всего, по цене. Потому что китайские продукты питания, поверьте мне, я там бывал, очень-очень и очень дешевые. В десятки раз дешевле, чем в России. Я не знаю, как они будут конкурировать с теми же соусами, которые... Основа китайской кухни – это соусы, на самом деле. Их сотни, они разнообразные. Ну, не знаю, там может быть какой-то соус и вышел, слава богу. Но это, наверное, все-таки не тенденция. Это, наверное, какие-то отдельные единичные факты. То, что вы приводите. Ну, возможно, да. Там было как раз приведено несколько примеров. И автор статьи, ну, условно, рекомендовал предпринимателям попристальнее присмотреться именно к рынку питания. Ну, присмотреться можно, но я боюсь, на именно рынок питания туда трудно выйти. Там, конечно, кое с чем можно выйти. Например, с сырами, с молочными продуктами там никогда не хватает. Но очень-очень сложно, еще раз говорю. Ну, если вот возвращаться еще к рекомендациям Сонина, он предлагает сменить приоритеты в стране, сократить военные и связанные с военными расходы, и увеличить пенсии и расходы на здравоохранение и образование. Вот это еще прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вот я как-то смотрел структуру расходов, изучал в свое время, в советское время и в современное состояние. И надо сказать, что даже во времена Сталина и во времена войны расходы на образование, на науку, они были сопоставимы с расходами, ну, с военными расходами и превышали, допустим, расходы по Министерству внутренних дел, там, КГБ и так далее. То есть, в несколько раз расходы на образование превышали расходы вот на... Ну, силовые структуры, так скажем, да? А сейчас наоборот. Сейчас расходы на образование, на Минцу, на месте взятые, там, в 10 раз меньше, чем на силовую сферу. Чем это может нам грозить? Дело в том, что сменилась идеология, сменилась политика, сменилась воспитательная задача. И я жил в то и в другое время, я понимаю, что тогда, в советское время, люди просто не думали о том, что можно совершить то или иное преступление или совершить то или иное проступок. Было воспитание. На воспитание огромные деньги выделялись, на идеологию и так далее. Сейчас этого нет. И сейчас приходится решать эти воспитательные проблемы, воспитательные проблемы силовым способом. То есть, почему так много милиции, почему так много полиции, да? Вы имеете в виду, что недостаток воспитания компенсируется? Да, силы. А как? То есть, у людей нет моральных принципов, чтобы их ничего не ограничивать. Ограничивает только вот сила, грубая сила. Если бы направить, а ведь на воспитание гораздо меньше, в десяток раз меньше надо денег, чем на содержание. Но вот вы под воспитанием имеете в виду что? Пионерию и комсомол? Под воспитанием я имею в виду воспитание. Пионерия и комсомол это организации. А воспитание подражает под собой привитие определенных человеческих ценностей, морали определенные. Но чтобы их прививать, она должна исповедоваться государством. Государство должно иметь четкую идеологию. И эту идеологию, прежде всего, должна поддерживать сама властная верхушка. За 20 лет вот этих реформ, или 25 уже, которые проходят, я еще ни разу, нигде не встретил четко сформулированную идеологию, которую проводит наше государство. В советские времена это было. Сейчас этого нет. Была ли она хорошая, была ли она плохая, не будем об этом говорить, но она была. И воспитание велось в соответствии с моральными установками и той идеологией, которая проводилась. Сейчас ни моральных установок, ни идеологии нет, никакого воспитания не проводится. Может быть. Ну, просто, например, когда вы говорите воспитание, у меня в голове возникает почему-то термин пропаганда. Ну, может быть, я не права, мне в Советском Союзе было, к развалу Советского Союза мне было всего 5 лет. Мне очень сложно судить. Ну, идеология пропаганды, ну, немножко разная. Промутка мозгов, хорошо. Пропагандировать-то можно разные вещи. А, хорошо. Пропаганда – это инструмент идеологии. Ладно, давайте про еще расходы на пенсии поговорим. Давайте. Вот Сонин, да, предлагает их увеличить. Нужно ли это сделать? Нужно, конечно. Потому что, увеличив пенсии, мы позволим людям увеличить потребление. Потребление вызывает денежный оборот. То есть, денежный оборот увеличится. То есть, это, в принципе, положительно. Когда расходы увеличиваются у людей. Но чтобы они расходовали, им надо эти деньги дать. Это же вот один из моментов, который Глазев в свое время приводил. Ну, как-то все там посмеялись. На самом деле, ничего смешного. То есть, он предложил напечатать эти миллиарды рублей и давать их. То есть, потому что нужно... Ну, деньги – это топливо, экономики. Они должны быть в экономике, чтобы она крутилась и вертилась. А если денег нет, то, конечно, экономика у нас застоит. Вот вы сняли с языка у меня прямо про количество денег в экономике. На самом деле, да. Об этом говорят эксперты и приводят, в пример, Америку. Что, мол, вроде в свое время там включили печатный станок, напечатали много долларов. И благодаря этому, в том числе, Америка там выходила из кризиса. Как вы считаете, почему там сейчас, в нынешних условиях, в нынешней экономической ситуации не включают печатный станок в России? Ну, есть разные, скажем так... Понятно, что есть оборотная сторона, инфляция и все дела, но... Разные теории денежной политики. Есть разные теории. У нас приезжается такой теории, что избыточная масса денежная в экономике будет приводить к инфляции. То есть, она таким образом пытается сдержать инфляционные процессы. Но это не обязательно так. Потому что она приводит к инфляции только в том случае, если эта денежная масса не работает, если она медленно оборачивается. Если же она оборачивается быстро, то инфляция даже будет падать. Поэтому все зависит от того, как эти деньги будут работать. То есть, их надо не просто напечатать, их надо очень разумно в экономику ввести. Он же не просто говорил, давайте напечатаем, он сказал, для того, чтобы развивать различные инвестиционные проекты. Хорошо, разумно ввести в экономику, вот это как? Как, на Ваш взгляд, разумно? Я только что ответил, что через финансирование инвестиционных различных проектов. Хорошо, ладно, давайте еще немного поговорим. Конечно, если на эти деньги скупят банки доллары, то ничего хорошего не будет. То есть, инфляция еще только больше разовьется. Они надо ограничивать. Но сейчас банк, Центробанк ограничивает, в принципе, так сказать, старается различными способами скупку долларов, да, поэтому он не подскочил там еще до 100 рублей. Но тем не менее... А есть прогнозы, кстати, что подскочит? Да, подскочит, конечно. Но я думаю, не сейчас, а к концу года все-таки. Сейчас нет пока еще тех условий для того, чтобы он 100 рублей был. Нет тех условий, это Вы имеете в виду, что нефть еще пока... Не настолько сильно упала. Ну, к сожалению, у нас на нефти очень много завязано. Но кроме нефти, рубль, скажем, падает не из-за цены на нефть, но и из-за инфляционных процессов, которые в стране развиваются. Они не так быстро идут. Вы знаете, мы в одной из прошлых программ с Михаилом Шевелевым обсуждали. Аналитики одного из американских банков, я, к сожалению, не помню какого, подсчитали, что чтобы России выполнить бюджет, показатели бюджетных расходов, доллар должен стоить не меньше 100 рублей. Учитывая текущие тренды и цены на нефть. Ну, бюджет это еще не вся Россия, скажем так. Ну, может быть, и что? Ну, я говорю про курс, что все-таки нам светит 100 рублей за доллар. Ну, или светит по дорожанию нефти, да? Ну, или светит дефицит бюджета. Да, потому что уже она опускалась там ниже 30 долларов за баррель, потом она выросла до 35 долларов, до 37. То есть, почему вы не верите, что она вырастет? Я думаю, вырастет. Нет, я вас спрашиваю. Я не то чтобы прямо себе не верю. Ну, я отвечаю. Вопросы вот такие неожиданные. Поэтому я отвечаю, что не обязательно, чтобы наполнить бюджет, надо, чтобы доллар стоил 100 рублей. Он может стоить и 60 рублей. Важно, сколько стоит нефть при этом. Если нефть на самом деле подорожает, к этому есть тоже тенденции, да? То есть, до 40, до 8 рублей, или до 50, тогда доллар не обязан стоить в этом случае 100 рублей. Если она подешеве, до 25 долларов за баррель, да, тогда нефть может стоить и 100 рублей. Доллар может стоить и 100 рублей. Вот еще в январском эксперте приводятся данные интересные. Компания, так, не записала для себя. А, вот, институт тренинга АРППРО провел опрос предпринимателей российских. И вот он показал, что в 2015 году половина из запрошенных предпринимателей сократила инвестиции, либо отказалась от них. А доля нерентабельных компаний выросла с 24 до 38%. Вот эти данные прокомментируйте. Есть ли у вас прогноз, вот, подобный на 2016 год? Ну, я думаю, это произошло из-за того, что достаточно много предпринимателей среднего и крупного бизнеса финансировались все-таки не только через российские коммерческие банки, а через зарубежные банки. То есть, это было зарубежное финансирование. И теперь, как вы знаете, в связи с санкциями западными, то есть, это финансирование предприниматели не имеют. Им просто нечем профинансировать вот эти инвестиционные проекты. Мало того, им еще и нечем отдавать проценты в связи с выросшим евро и долларом под те-то займы, которые они брали на Западе. Поэтому эта ситуация связана напрямую с санкциями, как мне кажется. А в этом году что будет? Приспособились уже? Нет, не приспособились. Насколько я знаю, сколько я с предпринимателями общаюсь, ситуация только ухудшается. То есть, мне кажется, еще больше будет спад инвестиционный. А по рентабельности? Рентабельности, извините, уточните, что вы имеете в виду. Ну, рентабельность компаний, да, я говорю, что там доля нерентабельных компаний в прошлом году выросла, в этом году она также будет расти, по вашему мнению, или наоборот, или перестроится бизнес. Ну, тут сложно сказать, от чего считать. То есть, будут ли дальше компании, так сказать, сокращаться, то есть, либо те, которые уже ушли с рынка, они уйдут, а останутся только рентабельные. Если останутся только рентабельные, то доля не будет расти, но самих компаний станет меньше, как знаете. Ну, хорошо, давайте вот во второй части программы вернемся к экономии, обсудим, на чем экономят кировские предприниматели. Это свежий материал бизнес-новостей. Сейчас мы уходим на рекламу, и я напомню, что это особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Мы скоро вернемся. Особое мнение на 101 ФН. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что сегодня свое особое мнение высказывает Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, бизнес-новости в новом номере опросили кировских предпринимателей и спрашивали их в том числе, на чем же они экономят. Вот среди ответов непроизводственные издержки, непрофильные активы, аренда офисов, охрана, ну и в последнюю очередь сокращение штата. Вот скажите, пожалуйста, вы как ректор ВУЗа, на чем экономите и вообще стоит ли перед вами такая задача сэкономить? Ну, к сожалению, задача стоит. Хотя не хотелось быть, может быть. Прежде всего пришлось сэкономить на внедрении, введении новой оргтехники, нового оборудования, мебели. Вот такие крупные какие-то закупки, которые мы планировали сделать, ну и пришлось, так сказать, сократить. Как и этот, конечно, мы все равно приобретаем, то, что необходимо. Но то, что отчет можно подождать, не менять что-то, то есть пока вот так работаем на старом, на розовом. То есть у вас экономия штата сотрудников тоже касается в последнюю очередь? Ну, мы не сокращали, у нас просто сокращение, только один человек вообще пропал, да. Но зарплату, скажем так, базовую часть зарплаты мы не сокращали, а вот премии мы сократили, да. То есть вот у нас достаточно большой премиальный фонд был, он сейчас тоже урезан до минимума, скажем так. А если говорить о вас как о потребителе, начали ли вы экономить? Ну, то же самое, то есть какие-то вещи, какие-то, которые планировались, какие-то покупки, какие-то поездки. Ну, то есть это крупные покупки, не знаю, это продукты, поездки. Ну, вот я хотел бы, допустим, обновить машину, да, но я не обновляю, потому что пока не до жира, как говорится. Ну, ничего, поезжу на старый. Ну, вот смотрите, видимо, скоро мы еще и на обновлениях и приложениях для наших мобильных устройств будем экономить. То есть вот я вижу у вас тоже смартфон, у меня смартфон. Наверное, вы туда что-то закачиваете, пользуетесь приложениями. Ну, бывает, да, иногда бывает. Вот президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по изменениям законодательства, направленных на обеспечение разных условий ведения деятельности интернет-компаниями в России. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Одной из мер может стать введение НДС для продажи Google или Apple контента услуг россиянам. То есть большинство там зарубежных игроков не платят НДС на те платные приложения, которые мы здесь скачиваем для наших айфонов. Ну, собственно, все, что мы скачали в App Store, там не облагается налогами в России. Вот как вы к такому предложению относитесь? Я думаю, что Google и другие компании найдут способы уйти, так сказать, из-под этого налога обложения. Ну, перейдут по другую юрисдикцию. Да я, в общем-то, не за Google и не за Apple переживаю. Я за нас с вами переживаю. Ну, если они уйдут из-под этой юрисдикции и не станут платить налоги, то чего вы переживаете? Ну, это не отразится на нас, да вы считаете, в таком случае? Да, потому что не сумеют наши взять этот налог. Вот почему. То есть очень трудно будет его... Очень трудно налоги брать в интернет-пространстве, когда компании физически тут нет. Конечно, ввести-то могут, но как будут собирать, вопрос большой. Ну, а вы заметили вообще такую тенденцию, да, в последнее время появилось очень много новых налогов, сборов? Это я заметил, да. Да, это все, по-моему, заметили. Ну, конечно, это только слепой, я не знаю, разве что не заметит. Ну, понятно, что у бюджета проблемы с наполняемостью, и что нужно как-то это делать в федеральной власти. Но почему это происходит за наш с вами счет, за счет предпринимателей, которым и так не сладко? Потому что власть не хочет снимать с себя эти деньги, то есть не хочет жить хуже, чем сейчас живут те люди, которые имеют власть, имеют деньги. Они хотят оставаться в той же зоне, так сказать, комфорта и благополучия, в которой они всегда жили. Поэтому скол брать еще. Ну, вот мы с нашими спикерами тоже уже не один раз в этой студии обсуждали, что многие кировские предприниматели из-за налогового прессинга в том числе перерегистрируются в других регионах. Вот вы заметили такую тенденцию? Ну, я бы не сказал, что это уж такая устойчивая тенденция. Есть фирмы, которые перерегистрировались, но они по разным причинам. То есть не обязательно из-за налогового прессинга. Разные причины есть. Потому что в других регионах тоже это не сладко, тоже берут те же деньги. Федеральные аналоги, они едины для всех, они достаточно большие. А местные аналоги, ну, я не знаю, не так уж много, они сокращают. Вот этих местных аналогов можно сократить, но немного. И иногда шкурковыделки не стоят. Могут быть разные причины перерегистрации. Не обязательно именно налогового прессинга. Ну, вот смотрите, да, новые там, новые налоги, новые сборы, цены опять же поднимаются, там, санкции, помидоры, простите меня, подорожали. У меня наболело. Это все берется из нашего с вами кармана. Вот как вы считаете, до какого критического момента, да, вот это все может происходить? Потому что, ну, наступит какой-то момент, когда там предприниматели, бизнесмены, люди скажут, ну, стоп, хватит, сколько можно. Не наступит, потому что это очень плавно свидетельствуется. Вы будете платить за помидоры до тех пор, пока вы сможете платить. Любой человек, пока у него есть в кармане деньги, сколько есть, он столько может и заплатить, а больше, то он цену не заплатит. Так же и предприятие, если оно может повысить цены, оно будет повышать. Если оно не может повысить цены, потому что его, так скажем, продукция не будет конкурентоспособна, на рынке ее не станут покупать, ну, значит, не будет повышать. В этом случае, либо цены не будут повышать, либо, если будет неориентабельное производство, оно закроется. Вот и все. Поэтому это будет очень постепенно, очень плавно, но пока я улучшений не вижу, пока, так сказать, мы потихонечку скатываемся сюда, дальше и дальше в эту яму. Просто то, о чем вы говорите, это не будет резко. Да, это произойдет, но это будет очень, так сказать, плавное угасание и умирание. Угасание и умирание кого? Нашей экономики. Ну, как говорится, перед ночью, ну, ночью не насыпают резко, бывают еще сумерки. Вот мы сейчас в сумеречной зоне находимся. И они так плавненько долго еще будут продолжаться. До какого года? До какого года? Когда мы выйдем из сумрака? Видите, вот буквально вчера я услышал в новостях, что правительство приняло план, опять новый план по спасению экономики. Но надо посмотреть, может быть, он сработает. До сих пор, почему я так достаточно пессимистично был настроен, несмотря на заявление, так сказать, правительства о том, что мы там выходим из кризиса и так далее, я говорю, нет, не выходим, потому что я не вижу ни одного шага, которое было бы сделано для того, чтобы из кризиса выйти. Вот этот шаг появился вчера. Но надо проанализировать, что там за шаги. Действительно, они помогут как-то выходить из кризиса. Поэтому пока мы все скатываемся. Ну, потихонечку. Вы этот план изучить не успели? А где? Ну, я еще не видел, она опубликована уже. Вот, на самом деле, я не видела даже этой новости. Нет, новость эта есть, а плана я еще не видел. По-моему, еще не опубликована. Ну, хорошо, вот, опять же, про налоги, про наполнение бюджета. Вообще, эта игра, она стоит свеч? Ну, она, игра непродуктивная, потому что, как мы с вами говорили, все равно больше, чем есть денег, их заплатить невозможно. Можно до бесконечности эти налоги вводить и платежи различные. Ну, это патовая ситуация. Патовая ситуация, она больше не заплатит. То есть, когда-то начнется трещать по швам. Просто не у всех одновременно. У кого-то уже трещит, кто-то уже не справляется. Кого-то уже из квартиры выселяют, извините, да. Какие-то предприятия уже закрылись и дальше будут продолжаться. Просто разные предприятия по-разному могут справляться с этой нагрузкой. Кто-то справляется еще, кто-то уже не справляется. Кто-то не справится через год. Кто-то вообще сумеет справиться. Постепенно, я же скажу. Вы знаете, у нас есть новость о том, что в 2016 году на поддержку вятских народных промыслов будет направлено 23,6 миллиона рублей из областного федерального бюджета. При этом затраты на приобретение сырья, расходных материалов, инструментов, а также на открытие новых магазинов субсидируются полностью, если сумма не превышает 1 миллион рублей. И вот при этих условиях предприятия могут рассчитывать на субсидирование затрат. Как Вы считаете, надо ли в нынешней экономической ситуации промыслы поддерживать? Ну, промыслы неплохо бы поддержать, если есть возможность. Ну, 26 миллионов – это небольшая сумма. Так, на самом деле. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что правительство нашло возможность хотя бы эту очень-то, очень небольшую сумму выделить на поддержку промысловиков. Другой вопрос – как эти деньги будут истрачены? То есть, пойдут ли они действительно на поддержку тех мастеров, которые в этом нуждаются? Или это менеджмент, который около этих мастеров крутится, будут использовать для себя эти деньги? Ну, вот это вот льготные кредиты, участие предприятий в крупнейших выставках, областные конкурсы и фестивали «Мастеровые вятки», межрегиональные фестивали «Кладовая ремесела», вот в том числе на это. 50% затраты на возмещение оборудования возмещаются. То есть, вот такая история. Я, на самом деле, люблю промыслы, и я не против, просто я хотела узнать ваше мнение. То ли время сейчас, да, чтобы их поддерживать? Конечно, то. Потому что сейчас кризисное время, и в кризисное время надо поддерживать тех, ну, тех, кто не может сам себя поддерживать. Все-таки промысловики, вот. Я сам люблю промыслы, у меня много мастеров знакомых, и я коллекционирую различные изделия промыслов. Я, ну, рад, что их хотя бы хоть как-то, хоть тихонечко, хоть маленечко, но поддерживают, чтобы они не вымирали совсем. Потому что если их не поддерживать, у нас ведь была уже ситуация, когда дымковская игрушка почти, так сказать, исчезла. И благодаря усилиям, в том числе и государственным усилиям, она, так сказать, выжила. То есть и сейчас тоже поддерживается. Я не могу сказать, что у нас сейчас народная промысловая та же дымка, хотя самая распиаренная, хотя кроме нее тоже много еще промыслов есть, она прямо процветает. Ничего подобного не процветает. Ну, это тоже верно. У нас с вами две минуты до конца осталось. Еще хочу коротко затронуть тему анонимности в интернете. К 1 июня Минсвязи, Минюст, Роскомнадзор должны представить предложение в законодательство по регулированию обработки данных граждан России в интернете. То есть мы там ничего не сможем уже анонимно комментировать, писать и так далее. Вы поддерживаете эту идею? Поддерживаю, не поддерживаю. В общем-то особого смысла она не имеет. Почему? Потому что мы и сейчас-то пишем не анонимно. То есть все спецслужбы имеют доступ к информации о том, кто пишет, что пишет, какой информацией, так сказать, пользуются. Здесь просто уже будут иметь не только спецслужбы, а вообще все. То есть, ну, скажем так, тайное станет явным. Если за нами, так сказать, контролировали тайное сейчас, ну, просто явно уже это будет. Поэтому особо-то, ну, что изменится? Не, ну, слушайте, ни для кого не секрет в том, что в том числе и у нас в области есть порталы, на которые люди ходят, чтобы переругаться в комментариях. Но это все, конечно, анонимно. То есть... Ну, я вот насчет этих, так сказать, людей, как их там называют, по-разному, да, которые ругаются в комментариях. Здесь есть вопрос в том, что те модераторы... Ну, или покритиковать в комментариях, не обязательно переругаться. Те модераторы порталов, которые должны отслеживать вот эти все комментарии, они могут спокойно, в общем-то, не допускать эти комментарии. Нет, ну я сейчас имею в виду не что-то, да, такое из ряда вон выходящее, там ни ругань, ни мат. Я имею, допустим, критику, там, в адрес правительства, городской администрации, чиновников. Какой-то слив информации, да, допустим, кто-то чем-то обладает, но не может высказать открыто. Ну, допустим, к примеру. И что? Ну, будет теперь там фамилия, а че-то значится, да? Что изменится-то особо? То есть вы считаете, что меньше будут критиковать их или что? Да нет, я хочу спросить, вот не считаете ли вы, например, что по бизнесу это ударит? Ну, то есть, допустим, если взять эти же порталы, у которых бешеная посещаемость, наверняка она упадет. Ну и вообще, не считаете ли вы это ограничением какого-то права человека? Это не ограничение права по той простой причине, потому что если человеку есть что сказать, и он говорит правду, то ему нечего скрывать. А если он лжет или напрасленно унесет на кого-то, да, то пусть несет ответственность за свои слова. Поэтому в неком смысле, наверное, это даже положительно. Даже положительно. Хотя, ну, в общем-то, опять-таки говорю, что особого смысла введения не вижу. Потому что кому надо, то есть, если там действительно какие-то прохироисческие угрозы или преступные, то есть спецслужбы всегда вычислят, кто это написал, кто это делал, и за масками не скрыться. Вот. Ну, исходя вот из ваших слов, вот сейчас я подумал даже, что может быть это имеет и положительный смысл. Действительно будут нести люди ответственность за те слова, которые они пишут в интернет-пространстве. Вот в Юлабуге недавно был прецедент, мэр дал поручение привести на ковер блогера, которая, ну, может быть, неудачно пошутила, да, про мэра, привести на ковер и пытался заставить ее извиниться. Ну, он поступил... Это правильно? Он поступил благородно, потому что он мог бы подать на нее в суд, изыскать за, если там действительно было оскорбление, какую-то иную сумму денег. А так он попросил просто извиниться. Это правильно? Ну, при этом обязательно приводить человека к себе на деловой вторник и заставлять его публично извиняться? Нет, не обязательно, она же могла отказаться, если этот... Она и отказалась. Отказалась, ну, вот он может подать на нее в суд. Там вопрос в том, правильно она, то есть, обвинила его или неправильно. Если она не права, она принесет наказание соответствующей законодательности. Ну, она пошутила неудачно. Ну, если неудачно пошутила, за неудачные шутки тоже надо отвечать. Ну, на этом я предлагаю закончить, потому что время у нас вышло. Это было особое мнение Владимира Сизова, ректора Равятского социально-экономического института. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Эфир для вас, милая Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.